Доброе утро! Настал новый день, вторник. А это значит, что в сегодняшнем выпуске мы расскажем что-то новое и интересное. Например, про французский кукольный спектакль Билли Лок. Позавтракаем и посмотрим смешное видео из интернета, а также научимся танцевать ча-ча-ча вместе с богом танцплощадки Егором Гуриным. А пока еще всем, кто просыпается, доброе утро! Бежим на зарядку! Доброе утро! С вами спортивный клуб Манго и зарядка Бразильские ягодицы. Основное упражнение для наших ягодиц это приседания. Итак, исходное положение ноги на ширине таза. Опускаемся вниз, спина прямая, ягодицы отводим, таз отводим назад, колени не выходят за край стопы. Возвращаемся в исходное положение. Сделаем еще одно такое приседание и возвращаемся в исходное положение. Две стопы все время равномерно давят на пол. Исходное положение ноги ставим вместе. Для того, чтобы включить в работу более глубокие мышцы, мы делаем приседания, отводя таз назад, колени не выходят за край стопы. Две стопы давят равномерно на пол. Снова поднимаемся вверх и снова опускаемся вниз. И следующее приседание, это приседание плее, когда ноги ставятся широко, колени всегда идут по направлению стоп. То же самое, подкручиваем таз вперед, две стопы давят на пол и опускаемся вниз. Опустились вниз и поднимаемся вверх. И еще раз, опустились вниз и поднимаемся вверх. Теперь все это соединим. Ноги на ширине таза делаем по два приседания. Вниз, встали. Вниз, встали. Ноги вместе. Опустились вниз. Включили глубокие мышцы. Ноги широко. Еще два. Один. Отлично. Чуть быстрее. Два. Добавляем руки. Ноги вместе. Два. Две. Два. Отлично. Теперь мы добавим прыжок. Вниз. Вниз. Прыжком ноги вместе. Вниз. Вниз. Прыжком ноги в сторону. Вниз. Вниз. И прыжком ноги вместе. Ноги на ширине таза повторим еще один раз. Ноги на ширине таза. Два. Один. Прыжком ноги вместе. Два. Один. Прыжком ноги в сторону. Два. Один. И сделаем выпрыгивание вниз и выпрыгивание. На этом наша зарядка закончена. Доброго всем дня. Зарядка – это хорошо. А вот как говорят врачи, на голодный желудок идти на работу нельзя. Человек до обеда сжигает более 600 калорий. Чтобы набрать такое количество, нужно скушать около 7 бананов. Чтобы у вас не началась аллергия на эти фрукты, нужно разнообразить свой завтрак. Об этом нам поможет Ольга Орлова. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить салат «Морская звезда» по-королевски. Для морской звезды нам потребуется 200 граммов красной малосольной рыбы, 300 граммов очищенных креветок или крабовых палочек, 100 граммов тертого сыра, 2 яйца, 100 граммов маринованных огурцов, или маслин, 1 помидор, 1 лимон, сметана, майонез, соль и кунжут. Готовим! Яйца натираем на терке. Огурцы режем небольшими кусочками. Крабовые палочки нарезаем кружочками. Готовим соус. В равных частях смешиваем сметану и майонез. Добавляем немного лимонного сока. Смешиваем яйца, крабовые палочки и огурцы с соусом. Выкладываем ложкой на блюдо в виде морской звезды. Посыпаем тертым сыром. Помидор нарезаем тоненькими ломтиками, выкладываем на салат. Сверху тоненькие ломтики рыбы. Посыпаем нашу звезду кунжутными семечками. Даем нашему салату чуть-чуть настояться и записываем продукты, из которых мы его приготовили. Для морской звезды нам потребуется 200 граммов красной малосольной рыбы, 300 граммов очищенных креветок или крабовых палочек, 100 граммов тертого сыра, 2 яйца, 100 граммов маринованных огурцов или маслин, 1 помидор, 1 лимон, сметана, майонез, соль и кунжут. Каждый день возиться с таким сложным по украшению салатом вы, конечно, не будете. Но на праздник почему бы и не побаловать себя и своих гостей. Я желаю вам приятного аппетита и напоминаю, что рецепт этого блюда можно найти на сайте trkz.ru На страничке программы Доброе утро Заречный в рубрике Завтракаем вместе. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Говаривал Вильям Шекспир, живший в 16 веке. Но эти золотые выражения до сих пор актуальны. Тем более наш следующий сюжет именно о театре. Но не о нашем тюзе, а о французском театре хореографа Филиппа Жанти. Это волшебство называется Болелок. Спектакль известнейшего французского кукольника, постановщика, хореографа и фантастического театрального режиссера Филиппа Жанти. Болелок – это сон, это мечта. В спектакле воплощена история девушки Элис, чьи куклы выходят из-под контроля и начинают жить своей жизнью. Спектакль как будто погружает вас в другую плоскость, в другое измерение, где возможно все – полеты, превращения, исчезновения. Здесь прыгают огоньки и бродят чудные существа. Субтитры создавал DimaTorzok Действие на сцене – это одна сплошная метаморфоза. Иногда кажется, что стоит только отвлечься или слишком громко вздохнуть, как весь хрупкий мир на сцене рассеется как сон. Волшебство Балилока держит внимание зрителя до самого конца. Волшебство Балилока Волшебство Балилока Волшебство Балилока Раньше, чтобы узнать прогноз погоды, нужно было обратиться к шаманам. Постучать в бубен, долго кидать кости и переносить в жертву несчастного барашка. А сейчас можно просто посмотреть на экран своего гаджета, зайти в интернет или просто сходить в профилакторию к детям, отдыхающим в летнем лагере. Они лучше всяких шаманов смогут рассказать о погоде на грядущий день. У них и спросим. Доброе утро! Сегодня 22 июля, вторник. В Заречном ожидается ясная погода. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 19-23 градуса тепла. Ночью 15-18 градусов выше нуля. Хорошего вам дня и с добрым утром! Хорошего вам дня и с добрым утром! Субтитры создавал DimaTorzok Уходи! Рано утром я видела нежный свет У дверей появился откуда-то белый конь Никакой больше в наших мелодиях Тайны нет, выше нет Кто-то гневно воскликнул тогда огонь Все, все мы как на ладони Но когда тайны нежно и мне По земле белые бродят кони А где-то там я видела нежный свет Без меня Ты проснешься в одном из иных миров На окне Я оставлю, как раньше, ключи зари У воды Стебель выброси Стебель выброси, роза моих ветров Отпусти! Ну а если не можешь, тогда гори! Все, все мы как на ладони Но когда тайны нежно и мне По земле белые бродят кони А где-то там я видела нежный свет Нежный свет Он мерцает вдали и манит меня За рекой Заиграла в свире И растем женшей Из ручья Я воду наберу Напоить коня То не конь И не призрак А то наш последний день Все, все мы как на ладони Но когда тайны нежно и мне По земле По земле Белые бродят кони А за рекой Я видела нежный свет Редактор субтитров Плохому танцору всегда что-то мешает. На этот случай придумана отговорка – плохой танцор – хороший папа. В следующем сюжете мы с вами будем учиться танцевать ча-ча-ча с Егором Гуриным. А вот хороший он танцор или нет – это мы и узнаем. Доброе утро, друзья! Ну что, теорию ча-ча-ча мы освоили, пора переходить к практике. Надеюсь, вы за неделю уже успели найти себе партнера. Лично мне это сложное дело удалось. Сегодня танцуем с ведущим информационной программы за неделю, серьезным мужчиной Егором Гуриным. А отправляемся в клуб любителей танца «Сеньоры». Поставили руки в сторону. И теперь мы давим в правое бедро. Раз. Знакомьтесь, Елена Козловская, руководитель «Сеньоров». Это она будет сегодня обучать нас ча-ча-ча. Маленькая ремарка. Ни я, ни Егор никогда бальными танцами не занимались. Ну, тем интереснее, наверное. А теперь вперед. Два. Три. И снова в сторону. Ча-ча. Раз. А теперь назад. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Молодцы. Левой ногой идем вперед. Два. И возвращаемся. Три. Все то же самое. Повторяем влево. Ча-ча. Раз. А теперь правая нога свободная, да? Угу. Шагаем назад. Два. И возвращаемся. Три. Ча-ча. Раз. К стенке. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Шагаем левой ногой накрест. Два. На левой ноге поворачиваемся. Переносим вес на счет три на правую ногу. Три. И доворачиваемся. А теперь связываем все элементы в танец. Готовы? Да. Два. Три. Пошли. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Раскрытие. Два. Три. Алимана. Хватит мучиться поодиночке. Мы же пара с Егором. Значит, должны страдать вдвоем. Правая. Есть? Да. Отлично. Значит, в ту сторону мы танцуем, да? Пошли. Ча-ча. Раз. Егор, вперед и назад. Нет. Два. А, это? Ты ноги, да? Да. Три. А теперь на меня. А, все понятно. Ча-ча. Раз. Теперь вперед. Два. О, хорошо. Дайте ча-ча. Раз. Еще раз повторяем. Ча-ча. Раз. Два. Да, вот. Три. Ча-ча. Раз. Дедра добавляй. Дедра. 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 Молодцы. Раскрытие теперь делаем. И. Ча-ча. Раз. Туда. Два. Вернулись. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Шагнула. И вернула. Все. Все очень просто. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча-ча. Раз. Раскрываемся. Три. Ча-ча. Раз. В другую сторону. Хорошо. Ча-ча. Раз. Шаг. Вернулись. Ча-ча. Раз. Шаг. Вернулись. Ча-ча. Раз. Опять? Молодцы. Вот они. Спасибо, Егор. Ну, по-моему, дэнскласс на сегодня закончен. Дорогие друзья, танцуйте. Это здорово. Это прекрасно. И не забывайте встречать утро вместе с нами. Доброе утро. В студии, а точнее на кухне Дмитрий Балясников. Милые девушки, если вы попросите своего парня приготовить завтрак, подумайте о последствиях. Ведь предотвратить беду легче, чем потом все восстанавливать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, просто мужчины не очень приспособлены к приготовлению еды. И очень боимся всего этого. Поэтому бардак на кухне. Ну, правда, очень страшно. Но есть и вещи, которые мы готовим очень даже неплохо. Это салат Цезарь. Ну, там не надо ничего мелко резать. Накрошил продукты, и все. Салат Цезарь. А так мы очень способные ребята. Нам просто нужно дать точный план действий. Что и как. Мы и одежду погладим, и за ребенком посредим, и покушать приготовим. Салат Цезарь. Салат Цезарь. А если у нас что-то получается, то у нас, у мужиков, может быть и не очень адекватная реакция. Милые девушки, после того, как мы что-то приготовили, ну, поблагодарите нас, пожалуйста. Ну, просто скажите спасибо. Или подарите нам незабываемый танец. Салат Цезарь. Салат Цезарь. Доброе утро всем. Помните, мужик на кухне – это как семь арбузов в одних руках. С вами был Дмитрий Балясников, шеф-повар интернет-видео.